Москва надеется, что Франсуа Аланд и Ангела Меркель смогут убедить украинского президента выполнить минские договоренности, ведь на кону мир в Донбассе и их репутация. Об этом заявил глава российского МИДа в преддверии сегодняшних переговоров трех лидеров, которые должны пройти в Берлине. Сам Сергей Лавров приехал на молодежный форум территории смыслов на Клязьме во Владимирской области. Там же он отметил, что кризис на Украине произошел из-за отказа Запада работать вместе с Россией над системой безопасности в Евроатлантике. Вашингтон и сейчас продавливает неприемлемые методы решения конфликта, далекие от духа и буквы Минских соглашений. Наши западные партнеры, они очень гораздо на всякую такую интересную интерпретацию договоренностей и своих собственных решений. Когда мне мои коллеги, в том числе и в Соединенных Штатах, говорят, что вот как только разрешится украинский кризис, но, естественно, на условиях, которые они считают правильными, которые мало имеют, что общего с Минскими соглашениями, вот как только это разрешится, так тут же санкции мгновение ока исчезнут. Я смотрю на них, честно говоря, сочувственно, либо они мне врут в лицо, либо они ничего не понимают в политике своего собственного руководства. Еще одним следствием настойчивых попыток Запада доминировать на международной арене за счет вмешательства в дела суверенных государств, как отметил Сергей Лавров, стала проблема нелегальных мигрантов в Европе. Сначала Югославия, потом Ирак, Ливия. Люди бегут в более благополучные страны от войны и бедности. Продолжение следует...